Раз в год стараюсь сделать что-то для дома своими руками. В этот раз хочу добавить уюта в комнату сына. Он очень любит собирать палки, поэтому придется применить хотя бы одну из них. Выбрала сделать мягкие звезды, которые позже займут свое место над кроватью. Вдохновение беру в картинках из интернета. Они дают идею, которую можно повторить. Я применяю это и в подготовке домашних праздников и поделок, и в рабочей сфере. Меня эта привычка выручала уже не раз. Осталось самое сложное. Пробить колечки, через которые я пущу ниточки для подвешивания звездочек. Со времен, когда я шила одежду на заказ, осталась такая штука. Она продается в магазинах с фурнитурой для шитья, или в рукодельных магазинах ее тоже можно поискать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Вроде неплохо получилось. Готово из? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дон Никитон не особо оценил, но мне нравится. Маленькая деталь добавила волшебства пространству детской. Никак не могла раньше понять, почему жители Алматы так любят этот город Зимой смог и довольно уныло Все изменилось, как только город наполнился весенним теплом Зимой я не замечала, как много здесь деревьев Все лето их густая листва спасала нас от знойного солнечного света Отдельный восторг, международный женский день в Алматы 8 марта я не видела на улицах этого города ни одной женщины без цветов Их горящие глаза наполнили город в эти дни особой атмосферой красоты и женской радости А я купила себе новые сережки Весеннее вдохновение сказалось и на нашем желании сменить атмосферу в доме Повезло найти квартиру в историческом центре именно с тем духом, который я так долго искалась Здесь царит атмосфера эстетики и утонченности времен советской интеллигенции В этот раз собирать все вещи мы сами не стали Впервые воспользовались услугами транспортной компании И это лучшее решение Люди работают, ты только контролируешь Конечно, удовольствие не из дешевых Однако то, на что мы раньше тратили 2-3 недели Разрешилось буквально в один день И главное, моя спина цела и благодарна этим 6 крепким парням Моя очень большая мечта побывать на Гранд-каньоне в Штатах Объяснить, чем так манят красные обрывы я не могу до сих пор Каким-то удивительным образом наша жизнь в Алматы постепенно начинает сбывать мои мечты по-своему Так случилась поездка на Багуты После этого лета своим друзьям я рассказываю так Алматы – это место, где ты можешь найти все чудеса природы в пределах 300-400 километров удаления от города И водопады, и горные хребты, и пустыни, и саванну, и даже марсианские мотивы Субтитры создавал DimaTorzok Мы только начали исследовать природу Казахстана Слава Богу, мы добрались до Багуты называется место Это наша первая локация, которую мы, в принципе, увидели природную, такую, которая дальше, чем полчаса от города Это вау! Однозначно на 100% Там очень много поросей мы ездили, но такой природы, как здесь, мы пока что еще не встречали И первое, что я лично для себя отметила, это то, что попав сюда, ты как будто бы попадаешь сразу в множество мест, которые ты видел раньше, там, по телевизору Я вот буквально за последние полгода проиграла в Зельду, в Uncharted И везде есть похожие локации Здесь можно снимать Дюну, здесь можно снимать какие-то приключенческие фильмы Здесь можно снимать что-то про Мексику, про какую-то вот эту вот аутентичную Америку южную Это абсолютнейший восторг, это что-то абсолютно нетипичное по сравнению с тем, что я видела раньше Здесь невероятнейшая тишина, вот сейчас у нас там сзади лагерь, пока перерыв, обед А я немножко в стороне, чуть-чуть повыше поднялась, и здесь просто как будто бы вакуум какой-то Абсолютно отсутствует эхо, абсолютно такое беззвучие Вот сейчас чуть-чуть подул ветер, а когда ветра нету, уши аж как будто бы закладывает Вообще какое-то невероятное ощущение Это место находится примерно в 170 километрах от Алматы на восток по Кульджинской трассе Эрик, вот этот отличный парень, который устраивает такие поездки, рассказывал, что название происходит от тюркского «Бугуту» – «Оленя гора» По другой версии, это название горной травы «Бугум» Как бы ни было названо это место, оно совершенно фантастическое Где-то в интернете пишут, что в далеком прошлом здесь находился действующий вулкан И среди камней можно найти настоящий базальт, который является вулканическим продуктом Когда мы подъезжали сюда, мы видели, что на горе блестят какие-то камушки Они вот поблескивают на солнышке Эрик, который нас сюда привез, сказал, что это кварц Это валяется все буквально вот так под ногами Можешь пойти, найти что-то блестящее Это что-то взять И вот это маленькие вот такие штучки, которые блестят, играют на солнце очень красиво И еще какие-то тут камушки блестящие Вот такие, например Тоже слегка более матово, но поблескивают И вот таких вот много-много Я шла по перевалам и думала, здесь можно снять марсианскую сагу Можно имитировать происходящее на Гранд-каньоне Можно снять великолепную рекламу для внедорожника Фантазия бурлила Но в этот момент я не догадывалась об одной неприятности Которая поджидает здешних туристов в осенний период В этот день мы сняли с себя двух клещей Кустов и травы в этом месте практически нет Такие вот интересные дырки По круглой форме Они просто так появились Мне кажется, там живут змеи Позже я прочла, что опасные насекомые Обитают в множестве норок Которыми заселена практически вся поверхность этого места Так что отправляясь сюда в следующий раз Обязательно подумаем о том, чтобы запастись репеллентами Петра Норик гуляет Возглядывает в маковые поля Я уже сняла с себя одного клеща Поэтому решила остаться сидеть в машине Спасибо мне на сегодня Достаточно В остальном место, которое еще не особо населено туристами На мой взгляд, одно из самых запоминающихся путешествий этого года Пересматриваю кадры и не перестаю восхищаться Насколько удивила меня природа Казахстана И это только одна остановка А сколько всего нам еще предстоит открыть?